В Орле рабочие машиностроительного комбината добиваются погашения многомесячных долгов по зарплате. Завод Дормаш закрыт полгода, нет заказов, нет денег. Люди надеялись, что после ареста и продажи имущества фабрики ситуация разрешится. Но в итоге вместо денег им предложили просто забрать станки, на которых они работали. Дмитрий Рунков разбирался в проблеме. На обед у этой семьи вновь только кабачки, картошка и капуста. Их за год, что Олеся Журина не получает зарплату, перепробовали во всех сочетаниях. Огород – единственное спасение. Сына Сашу собирать в школу, а денег нет даже на тетради. Считают каждую копейку. Поэтому предложение в счет долга по зарплате забрать с работы. Токарный станок прозвучало для семьи как издевка. Этот станок, вы представляете, тонн 4, 5, 6. Такие станки громадские. Это, во-первых, мне нужен кран, чтобы его погрузить. Это мне нужно машину найти. И это же тем более не бесплатно будет, это же все мне надо машину заплатить, чтобы вывезти. В подобной ситуации еще несколько сотен работников завода «Дормаш». После того, как в июле прошлого года начались задержки зарплат, деятельностью предприятий заинтересовались правоохранительные органы. Позже судебные приставы арестовали имущество в счет долгов. Чтобы выплатить людям заработанные деньги, станки выставили на аукцион. Но спросом они не пользовались. В итоге судебные приставы предложили самим сотрудникам. Кто на чем работал, пусть то и продает. Оборудование, которое уже само по себе, оно 20 расписанное. По 40 лет оборудование. Вот, ты его еще восстанови для того, чтобы продать. Это металлолом просто. Я согласен получить деньги машины директора. И вместе с женой мы 200 тысяч нам должны, более 200 тысяч должны. Вот, пожалуйста, пусть мне машину свою отдаст. И я согласен. Всего в этом списке около двух десятков различных станков, кранов и прицепов. Правда, увидеть, что предлагают взамен зарплаты, невозможно. Сотрудников предприятия внутрь не пропускает охрана. Пройти удалось только нашей съемочной группе. Большинство входов в ангары, в которых находится ценное имущество, опечатано. В остальных разруха и запустение. Уже полгода в этом цехе не слышно грохота станков. С того момента, как предприятие полностью остановило работу в этом помещении, есть и оборудование, арестованное приставами. Как правило, оно не было задействовано в производстве. К примеру, вот этот фрезерный станок. По толстому слою пыли на нем уже можно понять, насколько долго он находился в резерве. Этот станок – единственный, который сотрудники согласились взять в счет зарплаты. Его выдали на четверых. Покупателя искали сами. После продажи удалось выручить около 130 тысяч рублей. Положение когда-то одного из крупнейших предприятий страны по производству дорожно-строительной техники его директор объясняет затянувшимся кризисом. Проблемы начались в 2008-м. Потом были многомиллионные кредиты, а последний год денег не стало вовсе. С чего выплачивать, если у нас, я еще раз говорю, нет ни заказов, нет выполненных работ. Перебивались такими мелкими заказами, и все деньги практически шли на погашение заработной оплаты. Мы под таким пристальным надзором и прокуратуры, и судебных приставов, чтобы, я не знаю, куда-то в сторону деньги ушли, кроме как заработной платы, они все идут на погашение. Директор уверяет, ему до румаж также больше года не платит зарплату долг полтора миллиона рублей. Так что и руководитель в списке претендентов на станки. Размеры выплат всем сотрудникам сейчас определяют судебные приставы. Они спешат успокоить. Суммарный долг по зарплате 43 миллиона рублей. А на аукционах выставлено имущество предприятия на гораздо большие суммы. Здесь просто особенность такова, что мы продавали станки, а взыскатели работники. Поэтому это вызвало определенный резонанс, что чуть ли не станками забирайте. Это соблюдение нормы закона. Даже если бы они отказались, мы должны были это сделать и получить от них отказ. Судебные приставы обещают найти деньги на погашение всех долгов. Представители службы даже обратились в Росреестр с просьбой прорекламировать выставленные на торги станки и привлечь больше покупателей. Но сроки выплат точно назвать не может никто. Сотрудники завода, хотя еще верят в его возрождение, но просидев год без зарплаты, все же начинают прицениваться к имуществу родного предприятия.